Положение Ленинграда продолжало оставаться очень тяжелым, так как его снабжение всем необходимым было крайне затруднительно. В сентябре 1941 года существовала единственная коммуникация по Ладожскому озеру. К началу войны она была мало освоена. 30 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял решение о доставке грузов в Ленинград через Ладожское озеро. Так начала действовать блокадная артерия Ленинграда, которую народ назвал «дорогой жизни». Коммуникация приобрела стратегическое значение. По ней доставлялись в город из глубины страны пополнение войска, боеприпасы, топливо. В ноябре начинает работать знаменитая ледовая трасса, которую миновали военно-автомобильной дорогой номер 101. Соблюдая интервалы на небольшой скорости, машины ехали по льду. 23 ноября в Ленинград привезли только 19 тонн продовольствия. Дело в том, что лед был хруп. Двухтонные грозовики везли по 2-3 мешка. Тем не менее, несколько машин затонуло. Перерезать дорогу жизни немцы стремились постоянно. В первые недели работы трассы немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с бреющего полёта автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе. В начале апреля 1942 года растаял снег, и лёд на озере покрылся водой. Порой на 30-40 сантиметров. Но движение по дороге жизни не прерывалось. 24 апреля, когда начал разрушаться львяной покров, Ладожская ледовая трасса была закрыта. Всего с 24 ноября 1941 года по 21 апреля 1942 года через Ладожское озеро Ленинград были доставлены 360 тысяч тонн грузов, три четверти которых составляли продовольствие и фураж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова